Боже, спасибо за то, что Ты позволил нам собраться во имя Твое на этом месте. Мы говорим Тебе, Отец, слова благодарности за то, что Ты позволил нам это сделать. И мы просим Тебя, пребудь среди нас, Боже, открывай Духом Твоим Святым Твое Слово, Боже, потому что мы хотим научаться из Него, чтобы преображаться в Твой образ. Спасибо, Боже, за это место, которое Ты определил, и это время. Бешэм Ешо Мешхэйну. Амен. Так, наша тема будет называться «Искупление». И мы будем рассматривать эту тему с точки зрения того, что происходило когда-то в каком завете? В каком завете? В Синайском. В Синайском завете. Спасибо. И были некоторые понятия, которые мы рассматривали в прошлый раз. Хотелось бы освежить их, да, или для тех, которые не были, ну, чтобы они прозвучали каким-то образом. Мы начинали рассмотрение, тогда, если мне не изменяет память, с вопросом, что такое вообще жертва, какие они бывают. Да? И кто может мне напомнить, что же такое жертва? Жертва – это цена, которую человек готов заплатить для того, чтобы встретиться с Богом. Так, какие еще есть идеи? Что человек, приносящий жертву, ожидает? Мы делали некоторые общие замечания, я напоминаю, мы делали некие общие замечания того, что является вообще в общем смысле для нас, когда мы говорим, что такое жертва, что мы подразумеваем. Отдача, спасибо. Добровольный отказ от чего-нибудь в чью-то пользу. Это жертва? Да. Если я то, что мне дорого, отдаю Васе, это жертва? Да. Я ожидаю искупления. Подарок? Нет, это жертва. Если, когда мы говорим о подарке, я, ну, какую-то ценность отдаю. Но если я отрываю от себя что-то по-настоящему дорогое, то это будет являться чем? Жертва. Жертва. Понятно, мы не будем рассматривать точно понятие жертвы в отношении между человеком и человеком. Мы будем рассматривать на то, что такое жертва с точки зрения, в общем-то, принесения истинному Богу или Божеству. Да? Но добровольный отказ от чего-либо – это что? Жертва. Жертва – это то, чего человек лишается безвозвратно. То есть, отдавая это, он лишается этого навсегда. Жертва – это добровольный или вынужденный отказ от имущества или привилегий ради достижения поставленных целей и получения выгод в будущем. Можем мы сказать, что это тоже жертва? Мы говорим, в общем-то, о понятии жертва как таковом, не разделяя пока на истинные жертвы, жертвы языческим богам. Мы говорим вообще, что человек понимает как бы среднепресечный громадянын. То есть, человек, когда он думает о жертве, он думает таким образом. Это добровольный или принудительный отказ от чего-то для того, чтобы получить что-то в будущем? Иногда, ну, кто-то принуждает нас пожертвовать. Мы можем как бы рассматривать различные варианты. В одном случае это может быть добровольно, а вдруг может быть принудительный. Ну, хорошо, окей. Давайте таким образом. Опять, чтобы было попроще. Я могу принудить своих детей пожертвовать чем-то ради приобретения знаний. Они добровольно будут жертвовать? Нет. Но они получат что-то в будущем? Да. Для них это жертва? Да. Поэтому, возможно, варианты добровольные при осознанном подходе. А когда, в общем-то, дети не очень осознанно подходят к этому процессу, то их что? Принуждают. Тоже будет для них жертва. Понятие бесценность или незначительность неприемлемо к понятию жертва. То есть жертва – это что-то ценное и значимое для человека. В противном случае, если это не ценное и незначимое, то это не будет являться чем? Жертвой. О чем мы говорили еще? Что жертва, она привлекает к себе внимание других. Жертва не оставляет, как правило, равнодушными других людей. Это понятно? Людей, как бы, в общем-то, это по большому счету не касается. Оно же их не задевает, у них же ничего не отбирают, да? Но чужая жертва не оставляет, как правило, равнодушным. Самый простой пример, опять-таки. Смотрите, что происходит. Мы становимся верующими в определенный момент нашей жизни. Деньги представляют ценность в этом обществе. Представляете, да? Для вас деньги являются чем-то ценным? Более чем. Это опасно. Какое-то собрание. Туда я попал. Итак, ну, нормально, да? Деньги, ну, представляют собой какую-то ценность и для нас. Пока мы на этой земле, хотим мы этого или нет, ну, мы будем зависеть в какой-то мере от того, чтобы у нас они были или у нас их не было, мы будем посвящать свое время, да, где-то их искать, потому что, ну, есть, одеваться. Надо? Деньги нужны? Они будут так или иначе сопровождать нас. Итак, мы стали верующими людьми. И другие люди, которые не верующие, они как-то смотрят на нас. Смотрят. И задают себе такой простой вопрос. А как вы относитесь на сегодняшний день к деньгам? Изменилось ли ваше отношение к деньгам в тот момент, когда вы стали верующими? Ну, они задают себе такой вопрос. И самый простой тест, который вы проходите, они спрашивают вас. Скажите, пожалуйста, а вы приносите действительное приношение в то собрание, где вы стали верующими? Спрашивают? Они же не верующие. Ну, какое их дело? Стать верующими, они хотят знать, сколько это будет стоить. Нет, как правило, те люди, которые спрашивают, несете вы или нет, они не хотят стать верующими. Они хотят выяснить для себя, насколько вы серьезно стали верующими. Каким образом вас это компрометирует, объясните? Еще раз. Еще раз, смотрите, простую вещь. Вот смотрите, простую вещь. Еще раз, повторите свой вопрос. Иногда говорят, спрашивают о том, приносите ли вы действительную для того, чтобы скомпрометировать каким-то образом. А как вы компрометируете себя, если вы говорите, да, я отдаю? Я могу объяснить. Для человека в его сознании это будет уже знак, что, значит, там у тебя забирают, допустим, там тебя заставляют, там говорят, что это нужно делать. Еще раз, скомпрометировать, это что значит? Человек-то аппетит, да. Да. То есть, другими словами, опорочит другого человека. Но это меня никак не опорочивает. То есть, ну как бы, это меня не компрометирует. Я просто говорю, они спрашивают, насколько вы серьезно относитесь к тому, во что вы верите. И как правило, вопрос, который люди задают, готовы ли вы платить деньги, это вопрос направленный, прежде всего, на вас. Искренне ли вы поверили? Это испытание вашей искренности. Когда люди отдают квартиры, там уже все. Ну, как бы, я не встречал вообще, за редким исключением, по-моему, один раз я встречал такую ситуацию, когда человек отдал квартиру, но это была не последняя квартира. То есть, у него еще было. В общем-то, я, ну, как бы, в здравых общинах или церквях я не встречал, ну, ни таких призывов, ни таких действий. Людей, как правило, пугают этим. Но даже отдавание обычной, простой десятины, людей очень сильно тревожит. Они понимают, что вы добровольно отдаете то, что вам самим нужно. Нужно, нужно. То, что является для вас и для них ценностью. Вы способны отказаться, а они нет. И вот то, о чем я говорю, даже чужая жертва, она не оставляет людей равнодушных. Она раздражает. Она может возмущать. Она может удивлять. Это может нравиться. Это может не нравиться. Но когда человек видит, что другой человек отказывается, жертвует, это всегда вызывает интерес. Ну, или, по крайней мере, любопытство. Понятно, да? Но для жертвователя, для даятеля, жертва не является конечной целью. Жертва – это действие, направленное для достижения результата, но результат и смысл – это не отдача. Понятно, да? То есть, люди обращают внимание на само действие, не размышляя над тем, что вы пытаетесь достигнуть. Их интересует сама жертва. Их привлекает сама жертва. Но для приносящего жертву, жертва не является конечным результатом. Они, в общем-то, рассчитывают что-то получить другое. Да? И тот, кто приносит в конечном итоге то, что он получает, ценит выше, чем то, с чем он расстается. Еще раз. То, что он получает, он ценит выше, чем то, с чем он расстается. А вы тоже так считаете? Это общие принципы. А это вот хитрость в том, что когда мы говорим принцип, неважно, что вы получаете. То есть, ну, как бы, правда заключается в том, что, к примеру, вы решили приобрести телефон. Решили приобрести. То, с чем вы готовы расстаться, вы цените меньше, чем этот телефон? Если вы решили приобрести, то то, с чем вы расстаетесь, для вас менее важно, чем то, что вы приобретаете? Если деньги для вас более ценные, то вы останетесь с деньгами, но без телефона. Понятно я говорю? Давай выйдем как-то, ну, в какую-то сторону, чтобы я понимал. То есть, это абсолютно нормально. Человек, жертвуя что-то, показывает, что то, ради чего он жертвует, он ценит больше, чем то, с чем он расстается. Ну, как бы, это общее замечание. Послушайте, я буду делать пока общее замечание. Потом мы перейдем к уже специфическим замечаниям, которые будут касаться жертв, приносимых язычниками, и жертв, приносимых истинному Богу. Но пока мы делаем общее замечание, которое справедливое, в общем, по большому счету, и туда, и туда. Понятно, да? Угу. Второй момент. Или третий, я уже там, вы считайте их там себе, да? Жертвуя связаны с риском. Жертвуя связаны с риском. То есть, это не магазин. Вопрос в чем? Когда вы приходите в магазин, вы расстаете с деньгами, платите цены, получаете, ну, определенный товар. Попробую вам не отдать этот товар. Что вы устроите? По крайней мере, заберете свои деньги обратно. Понятно, да? Здесь все хорошо. Но когда вы приносите жертву, Богу или Божеству, вы потеряли то, что вы принесли? Но не факт, что вы получили то, зачем вы это сделали. По-моему, понятен момент. Жертва связана с риском. Вспоминаем историю с даром Кайна и Авеля. Мы, по-моему, в прошлый раз ее достаточно подробно разбирали, да? Вспоминаем, да? Один принес, и второй что принес? Тоже принес, да? Они лишились чего-то, да? Но один был принят, а другой, соответственно, нет. А оба лишились. Понятно, да? Понятно? То есть, вы принесли, отдали, но не факт, что ее приняли. То есть, жертва, она связана с чем? С риском. Что она может быть и не принята. Опять, может быть, не принята по абсолютно различным причинам. Да, может, жертва не соответствует требованиям. Может быть, вы не соответствуете требованиям. Вы приносите нестой мотивации и так далее, и тому подобное. То есть, причин может быть масса. Или принесли не в то место. Да? Но факт остается фактом. То, что вы расстались, еще автоматически не значит, что жертва, она принята. Итак, обращу внимание, мы, когда говорили все, мы не говорили, ради чего приносится жертва. Мы не говорили о конечной цели принесения жертвы. Мы просто говорили о некой жертве, и она куда-то приносится. И мы говорили об общих принципах. Да? Оно касалось больше аспекта ценности жертвы и получаемого результата. Теперь мы посмотрим на некоторые аспекты принесения жертвы язычниками. Жертвы приносились для приобретения чего? Благоволения божества. Человек должен был определить для себя, что является ценным для божества. Потому что если это не ценно для божества, то он приобретет благоволение. Нет, не получится. Божество же ему мало, этого может рассердиться еще. Сказать, ты что это мне принес? Поэтому язычник должен был крепко поразмыслить на тему того, что для него является ценным, или что для божества является ценным. Что было первично? Что и является ценным для божества. Помним, да? Риск остается не угодить. И здесь вопрос очень простой. Скажите мне, пожалуйста, а по каким приметам язычник узнавал, что жертва, она, собственно говоря, принята? Ответ получен это каким образом? Поймал медведя. Обстоятельства. Внешние обстоятельства, они поменялись на лучшее. Стали более благоприятным. То есть, как правило, мы оцениваем принятие жертвы по изменению внешних обстоятельств. Но на самом деле язычество, оно было достаточно примитивным и простым. Жизнь человека зависит от стихии мира. До сегодняшнего дня. Еще раз. Жизнь человека зависит от стихии мира. До сегодняшнего дня. Человек прикладывает достаточно много стараний и сил для того, чтобы минимизировать влияние внешних сил на свою жизнь. Ученые очень много сил прикладывают. Ну, к примеру, зачем строят водохранилища? Если засуха будет, у нас есть немножко воды, мы проложим каналы, мы проведем воду, мы польем поля и минимизируем влияние засухи на нашу деятельность. Зачем строят там специальные дома в сейсмически опасных зонах? Обезопасить, если будет землекресенье, то наш дом устоит. Мы строим какие-то теплые дома, там, где холодно. Ставим дополнительные источники электропитания, электроэнергии, альтернативной энергии. Что-то мы придумываем постоянно для того, что ежели чего произойдет, бас, а мы готовы. У нас все нормально, у нас запасено, у нас все есть. Но, несмотря на все, вот знаете, что придумывает человек, приходит там цунами, наводнение, тайфун, раз, все смело. Готовились, готовились, но ничего не помогло. Да? Построили, ну, уже такие настоящие крепкие дома. Пришло такое землетрясение, что и эти крепкие дома тоже что? Развалились. Извержение вулкана, вдруг ничего не было, тут как бабахнуло, он сто лет молчал, тут как начало литься лава, и все, кино закончилось. В один момент. То есть, человек так или иначе будет зависеть от внешних проявлений сил природы, потому что они могут быть намного сильнее, чем то, к чему он приготовился. Несмотря на то, что человек, ну, в общем-то, старался. Но в начале всего процесса, как бы, человек не был таким продвинутым, все, чем он занимался, было более примитивным, да? А поэтому его зависимость от внешних сил была достаточно серьезной. Год засухи, и все нормально, и жизнь удалась. А два, это вообще катастрофа. Три, на четвертый пришлось продавать себя в рабы. Помним, да, историю с Египтом? Там было все весело. А некоторые люди были, в общем-то, готовы, они были в курсе дела всего происходящего, и соответствующим образом подготовились. И у них все, как бы, жизнь удалась. Были готовы. Но некоторые не были готовы и понимали, что их жизнь зависит от того, насколько благосклонна будет природа к ним. И поскольку язычники считают, что за всеми происходящими событиями в этом мире стоит что? Дух. Все события, прежде всего, духовные. То что мне надо сделать? Чтобы у меня в жизни удалось договориться с Духом. Другими словами, дать ему что-то, чтобы ему понравился именно я, а не кто-то другой. Чтобы он именно ко мне благоволил. И у меня в жизни все было отлично. Надо же подумать крепко, чего этому Духу понравится. Чтобы он ко мне был расположен. Ну, или, по крайней мере, чтобы не пакостил. Если не помогает, то чтобы гадости не делал. Ну, хоть как-то. Если не за, то хоть не против. И на том спасибо. Итак, с другой стороны, существует проблема. А, ну, вообще, Духи, они материальные? По определению, Духи нематериальные. А зачем им что-то материальное? Ну, простая логика. То есть, если они Духи, то зачем им что-то материальное? То есть, может ли им, по сути, угодить что-то, что человек им приносит? Ну, тогда, ну, чтобы уважали. Выражение чего? Поклонение или уважение. Ну, чтобы уси боялись и не насмехались. Чтобы знали, кто вообще здесь хозяин. Чтобы выражали свою любовь, преданность и что? Уважение. Но важно помнить. Ну, понятно, чтобы уси боялись и не насмехались. Но, с другой стороны, очень важно помнить, что в центре языческого поклонения кто находится? Человек. Мы в прошлый раз это разбирали. Мы говорили, что поклоняясь даже Божеству, в центре поклонения находится человек. Потому что, поклоняясь тому, о тому, чтобы уси боялись и не насмехались, в конечном итоге он хочет хорошо кому? Себе, любимому. Центром всего остается, опять-таки, приносящий. Понятно, да? Дальше. В призме приношения о тому злому, там, где центром является все-таки человек, человек воспринимает Божество через призму наказания. Он боится того, чтобы вот тот вот почувствовал уважение и не наказал. Еще раз. Божество воспринимается через призму наказания. Человек не хочет быть наказанным. Он угождает Божеству, чтобы не быть наказанным. Бог выступает в роли того, кто сидит сверху, или Божество, выступает в роли того, кто сидит сверху, именно наблюдая за человеком и ожидая проступка человека для того, чтобы наказать. А человек понимает, что ему надо что-то сделать хорошее, чтобы не быть наказанным. Все достаточно просто. Для того, чтобы не быть наказанным, надо принести что-то хорошее, исполнить какой-то ритуал, сделать что-то хорошее, чтобы угодить ему и в конечном итоге. понятие греха отсутствует. Существует понятие проступок, вина, ошибка, но отсутствует такое понятие, как грех. Запомните, а мы говорили, по-моему, да? Скажите. Помним, да? Анимизм, теизм и материализм. Говорили, да? Мы говорили, здесь дух первичный, все процессы духовные, здесь дух отсутствует, здесь все материальное, в теистическом мировоззрении существует творец, творение и закон. окей. Тогда пару слов. В общем-то, существуют философские системы взгляда на мир. Одна из систем говорит о том, что дух, он первичен, материя, она вторична. Теизм, да. Но мы пока говорим про анимизм. Анимизм говорит о том, что дух первичен, все остальное вторично. Все произошло из духа. В общем-то, все религии, основанные на этом понимании, это языческие религии, которые подразумевают много божие, как минимум. Понятно, да? Глядя на это, мы можем сказать, что здесь анимизм. Мы пока говорим анимизм. Отеизме мы пока не говорим. Пока мы находимся вот здесь. Если что-то непонятно, спрашивайте у меня, а не друг у друга. Еще раз. Мы находимся в анимизме. Здесь понятие духовное первично. Понятно, да? Проблема здесь, встречали такую картинку? Закрашивать не буду, так понятно, да? Два начала. Дуализм. Двойственность. Добро перетекает в зло, зло перетекает в добро. Неизвестно, для одних добро это зло, для других зло это что? Добро. Два противоборствующих начала. Понятие нравственность отсутствует. Его нету. Ну, потому что двойственно. Два начала, и они противоборствуют. Неизвестно, кто из них победит. Конечная цель. Что? Ну, если неизвестно, кто победит. Неизвестно, отсутствует. Ну, и правила или законы. Чьи правильные? Этой половиной или этой? Пока что неизвестно. Хорошенькая, веселая система. Хождение по минному полю. Ну, на мой взгляд, достаточно много неизвестных. Практически нету ничего известного, кроме того, что духовное первично. Что? Нормально, да? Родной, да более секуляризм или материализм, или на сегодняшний день уже вещизм, да? Или еще одно название, которое достаточно хорошо для нас должно быть знакомо. Атеизм. То есть, атеизм это отрицание чего? Теизма. Атеизм это отрицание теизма. Против. Против вот этого. То есть, это вот все вот здесь. Это этого поля ягоды. Понятно, да? Материализм, научное название этой философской системы секуляризм, или для нас оно было еще известно как атеизм. здесь что у нас первично? Материя. Духовная есть? Отсутствует. Материя первичная и вечная. Материя первичная и вечная. В общем-то, конфликт заложен в начале этой системы, потому что данное высказывание противоречит закону энтропии. Противоречие. Всякая система стремится к распаду. Всякая система стремится к распаду. Всякая материя стремится к распаду. Может быть ли вечное то, что стремится к распаду? В вечности оно такие когда-нибудь распадется. Но а если оно распадется, значит материя уже не вечна. Вечно распадаться, но тогда, когда-нибудь, оно что сделает? Еще раз. Для особо продвинутых мы с вами минут пять поговорим в перерыве об исконечности. Значит, понятно, что, к примеру, параллельных прямых не существует. Еще раз. Если мы говорим с точки зрения бесконечности. Если мы говорим с точки зрения бесконечности, в каком разделе геометрии мы находимся? Нет, Эвклидова я рассматривала с точки зрения замкнутого пространства, геометрия Лобачевского. А она приходила к бесконечности. Поэтому, как только мы касаемся бесконечности, а утверждение было материя первична и вечно, а вечность это бесконечность, здесь уже возникают некоторые конфликты. Правило очень простое. Она разговаривает кто-то один, и мы ему не мешаем, и либо вы, либо я, я ничего не имею против, и огромная просьба. Разговаривайте лучше со мной. Почему? Потому что не факт, что вам сосед даст правильный ответ. Может, он и даст его, я же не возражаю. Может, он и даст правильный ответ, но не факт. Я не обещаю вам давать правильных ответов, но риски уменьшаются. Понятно, да? Закон энтропии, это, ну, говорит о том, что ничего стабильного нет, он все стремится к распаду, и если оно стремится к распаду, то оно вечно будет распадаться, но в конечном итоге такие оно развалится. И тогда, ну, первый закон или первое утверждение, оно будет несправедливым. Есть конфликт, заложенный в начале этой системы. Второе. Теория большого хаоса или случайности. Случайность имеет закономерность? Закономерность или законы? Что в этой системе? Отсутствует. Если нету закономерности и нету законов, есть ли конечная цель? У хаоса конечной цели нет. Вопрос. Понятие нравственности заменено понятием прагматизма. То, что хорошо мне, то хорошо, то добро. То, что плохо на меня, то есть что? Зло. Не, всем может быть и хорошо. Главное, тут я. Как это по отношению ко мне? Прагматизм – это, в общем-то, все, что направлено ко мне. Не, прагматичные люди. То, что хорошо должно быть мне. Понятно, да? Поэтому нравственности отсутствуют. Здесь и здесь нравственности отсутствуют. Здесь и здесь отсутствует конечная цель. Здесь и здесь отсутствуют законы. Здесь дуализм, здесь противоречия. Дуализм – двойственность. Здесь просто конфликт логики. В общем-то, системы очень похожи друг на друга. Понятно, да? В тех рамках, которые нужны для жизни человека, в общем-то, система очень похожа. Здесь есть Творец, который дал законы, который определил конечную цель для творения и который дал нам понятие нравственности. То есть, здесь везде у нас шо? Плюсики. Понятно, да? Только средняя система может дать ответы на вопросы, возникающие у человека. Определяет законы причинно-следственные связи. Дает конечную цель, потому что Творец сотворил свое творение с определенной целью. И в конечном итоге дает понятие нравственности для своего творения. Здесь понятно все? Поэтому понятие греха существует только здесь. Понятие грех здесь и здесь не существует по определению. Нет того, кто может дать определение грех. Понятно, да? Здесь общество пытается взять на себя функции того, чтобы определить, как хорошо и как плохо. Здесь вообще, ну, надо угадать, чтобы было всем хорошо. Тут, ну, рулетка это просто, там все равно, там выбрались 36, и шарик куда упал, там и будет. А тут же вопрос, ты поклоняешься одному божеству, вдруг оно резко стало сегодня не самым главным. А тот, кто стал главным, отомстит тебе за то, что ты вчера поклонялся тому, который сегодня уже не главный, а вчера был главный. Поэтому получишь по голове. Поэтому сегодня надо поклониться как бы одному с учетом того, что завтра может быть кто-то другой. То есть поклоняться и одному, и второму, а если, ну, их не два, а больше, то надо подумать и третьим, и четвертым. Яркий пример. Говорит, вот ходил я, говорит, вижу, что вы набожные люди, говорит, вот нашел один, говорит, неведомому Богу. На всякий случай, неведомому, мы его не знаем, но ему тоже спасибо за наше счастливое детство. Ему, собственно говоря, тоже мы не против чего-нибудь дать, потому что завтра, когда его узнаем, будет поздно. Он придет и скажет, кстати, предупреждал, я вас самый главный. До вчерашнего вы этого не знали, а вот сегодня знакомьтесь, я самый главный. Так поэтому, чтобы неприятно их неожиданности избежать, и ему тоже спасибо. Жизнь язычников полна всяких сюрпризов. Всегда можно объяснить. С этим все понятно, да? С этим хорошо. Итак, понятие греха, заметьте еще раз, очень, очень, я делаю большой акцент, понятие греха отсутствует в анимизме и материализме. Потому что, как это ни странно, мои хорошие, мы, став верующими, Брид Хадаша, Нового Завета, иногда относимся к понятию греха, как к ошибке. Это не совсем правильно. Грех – это не ошибка, не недоразумение. Это нечто другое. Мы будем говорить о том, что такое грех, поэтому для себя отметим, что грех – это понятие, присущее только для этой системы. Для остальных систем понятия греха не существует. Понятно, да? Поэтому, понятно, что история из Деяния 17 главы 23 стиха не имела в Павел просто в виду того, что именно все было правильно. Помним историю, да? Записали? 17 глава 23 стиха, книги Деяния. Когда Павел говорит, «Ибо, пройдя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано, неведомому Богу, всего-то, которого вы не знаете, чтите, я и проповедую вам». Он говорит, «Ну вы же его чтите? Это же чей Бог? Ваш Бог? Поэтому идите сюда, поскольку это ваш Бог, которого вы чтите, я вам сейчас расскажу про Него всю правду. Он самый главный. Кстати, я хотел вас предупредить, что Он как раз самый главный, ну и на всякий случай добавлю, что все остальные, кстати, не боги. Ну вообще неприятно как-то им было это все слушать. Ну понятно, что Он не имел в виду того, что говорил, Он просто использовал повод особой набожности людей. То есть, ну для язычников такой поворот событий, такой неожиданный, то есть был нормальным. То есть, они согласны были с тем, что оказывается, есть Бог, которого они не знали, но который вообще самый главный. Главнее всех, которых они знали. Предполагалось, что может появиться какой-то Бог на сцене, который в данный момент времени станет самым главным. Причем не факт, что так будет всегда. Поэтому тоже существует опасность не забывать других. Может у них завтра все поменяется там наверху. Жизнь язычника, я вам говорю, что полна неожиданностей. Значит, тут, конечно, вот в этой части. Понятно, что здесь с жертвами вообще кому оно надо? Только для себя. Можно жертвовать только себе, любимому. Больше никому. Какому обществу? С обществом, ну, конфликт. Все измы, в общем-то, решают конфликт один и тот же. Конфликт очень простой. Между личностью и обществом. Социализм, коммунизм, демократия. Они все решают один и тот же конфликт. Личность говорит, послушайте, все должно быть направлено на кого? На меня, любимого. Общество говорит, подождите секундочку. Ну, у меня есть что? Мои интересы. Мое мнение. Общество говорит, у меня есть мое мнение. А личность говорит, да мне на твоем мнении. Общество говорит, подожди, подожди. Личность. Ты должна что делать? Считаться с моим мнением. Очень простой пример. В армии были? А хотите? Нет. Странно. Вот это мнение кого? Личности, да. Личности, да. А общество что говорит? А общество другого мнения. И у вас конфликт интересов. Ваших и общественных. Не факт, что общество победит, кстати. Ну, не факт. Или вы собираетесь? Что я и говорил, что не факт, что оно победит, оказывается, факт, что оно уже проиграло. То есть, интересы личности в данном случае преобладали над интересными общества. Не всегда так бывает. Особенно с армией. Ну, не всегда так бывает. Понятно, да? Конфликт. Общество говорит. Подожди, личность. Ты должна платить налоги. Личность. Кто тебе такую глупость сказал? Попробуй с меня их взять. Ну, и тут начинается, да. И тут не факт, что личность выиграет. Иногда может очень сильно проиграть. По-моему, в Америке самое страшное преступление не заплатить их. Да. Ну, понятно, да, о чем я говорю. И различные общества устанавливали различные правила. С различными правилами личности были несогласны. Потом они подбивали другие личности. Те устраивали перевороты, вводили новые правила и так далее, и тому подобное. Сейчас мы пришли к такой, как некоторые считают, достаточно совершенной форме управления обществом, демократия. Демократическое общество. Где учитывается мнение кого? Большинства. А вот меньшинство говорит, послушайте, а я с мнением большинства все равно что? Не согласна я. То есть, все равно конфликт не решается. Вот здесь все как бы проще. Тут Бог приходит и говорит, я вам скажу, как правило, вам ничего не надо выдумывать. Вот так правильно. Вот так правильно. Вот интересы общества должны выглядеть таким образом, интересы личности должны выглядеть вот таким образом. Изобретать, ребята, ничего не надо. Вот здесь вот все придумывают, и здесь оно дано как данность. Все вопросы, регламентирующие жизнедеятельность обществу, даны как данность, как подарок свыше. Тут никто ничего не надо выдумывать. Здесь надо выдумывать, там надо выдумывать, там конфликты, здесь конфликты, здесь сказано как правильно. Понятно, да? Поэтому жизнь язычников вообще ужасная штука. Потому что здесь тут тоже как бы все понятно. Хорошо то, что хорошо кому? Мне, любимому. И я точно знаю, что для меня хорошо сегодня. Не факт, что это будет хорошо завтра, но сегодня знаю точно, что хорошо для меня. Да? Здесь центром всего являюсь я, да? Здесь мне понятно, что делать, к чему стремиться, чего добиваться, тут все хорошо. Здесь центром всего как бы являюсь я, но надо, ну, опосредованно договориться еще с промежуточным звеном, который может мне все испортить. Навредить. Ну, пакостное такое, конечно же, мерзкое, конечно же, божество, но гадостное. Потому что может наказать в любой момент и неизвестно за что. Это может и не наказать, но зато другое может наказать. И поэтому здесь, ну, жизнь бедного язычника как хождение по минному полю. Причем сапер может один раз ошибиться и все испортит на всю оставшуюся жизнь. Понятно, да? Итак, резюмируем. Незначительность или бесценность, да, не подходят к понятию жертвы. Жертва всегда приносит убыток даятелю. Это мы так резюмируем слегка, да? Жертва – это то, что привлекает внимание. Жертва сама по себе не является конечной целью. Это лишь действие, направленное на достижение некого результата. Жертва связана с чем еще? С риском мы говорили. И еще одна вещь, о которой мы не говорили. Жертва – это признание или выражение зависимости от того, кому мы ее приносим или посвящаем. Жертва – это выражение и признание зависимости того, кому мы ее приносим или посвящаем. Некоторые общие замечания, которые… Понятно, что вот те замечания, которые были сказаны, они в общем-то касаются всех жертв. Нормально, да? Теперь мы говорим, некоторые общие замечания, которые касаются жертв, именно языческих – это, перенося жертву, думаю о таком, о себе, в конечном итоге центром является все-таки человек. Язычники воспринимают божество через призму чего? Наказание. И понятие грех заменено каким понятием? проступка или ошибки. Итак, хвала Всевышнему! Мы знаем, что у нас Бог один, нам проще. нам надо с одним только разобраться, нам уже проще, да? Нам проще, чем этим ребятам? Да. У них их много, непонятно, кто главный, мы знаем точно, кто главный и что он… Уже хорошо, уже слава Богу, за это можем только благодарить, что у нас нет такой головной боли, как у этих парней. Итак, попробуем разобраться, как мы вообще его воспринимаем, кому мы приносим жертвы. Для этого мы попробуем открыть исход 34 главу 7 стих. Сохраняющий милость в тысячу родов, прощайся в вину и преступление и грех, но не оставляющий бы с чего наказание, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего, четвертого рода. Милость – это хорошо, да? Но здесь есть что? Наказание. Добро пожаловать. Причем написано что? Добро пожаловать. Но не оставляющий без наказания. И наказывающий еще где? В детях. И в детях детей. Итак, до? Отлично. Евреям 9 глава 22 стих. Евреям. 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 9-й, 22-й. Посланник евреям, мессианским. Это уже в Брит-Хадашах. Там почти в конце. Вернее. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. 9 – 22. Евреям. 9 – 22-й. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Пожалуйста. Ну, в Веремии сказано, когда Израиль говорит, что отцы ели кислый виноград, а у детей скомено, а Бог сказал, что теперь каждый будет участвовать в своих грехах. Ну, из-за этого я спрашиваю, вот это местописание, где исход сказано, что наказывающие детей четвертого рота. Я понял, окей. Вас интересовало, нужно ли вам отвечать за поступки своих родителей? Не, вам не нужно, только за свои, и этого уже достаточно. То есть вы, как, способны за свои ответить? Нет, он еще не знает. Вот и что? Ничего, ничего, с течением времени не придет понимание, что ответить за все свое, не в состоянии, не то, что за родителей. Тут со своим бы разобраться. Да. Такое понятие о том, что мы несем на себе какие-то грехи своих отцов все равно, то есть Бог нас как бы прощает, очищает, но нам нужно каяться за... Вот я слышала просто, я как бы только познаю сейчас, я слышала о том, что нужно отрекаться за своих родителей от грехов своих родителей. Допустим, антисемитизм или магия, чародейство, вот как с этим быть? Еврейское понятие покаяние, еврейское покаяние, оно включает в себя некоторые аспекты. Первое. Знание, осознание, отвращение, исповедание, исправление, где включены, в общем-то, все аспекты человеческой души, такие как разум, воля и эмоции. Можно повторить только уже после перерыва. Поэтому, человек может покаяться прежде всего, и это надо понимать, за себя. Покаяние за того парня, в общем-то, с трудом проходит. То есть, вот человек идет по улице, да? Я могу, конечно, за него покаяться. Даже если он за меня покаяться, мне это сильно не поможет. Поэтому каждый будет отвечать за себя. Второй аспект очень немаловажный. Ваше покаяние, я прошу прощения, умершим уже не поможет. Так и в Библии, кстати, написано. Поэтому на этой счастливой ноте мы пойдем на перерыв.